23 июня – ключевой день Чебоксарского экономического форума. В Ледовом дворце Чебоксары-арена эксперты, политики, представители бизнеса. Все участники круглого стола «Цифра» в действии обсуждали переход от теории к практике. Чебоксарский экономический форум – главная тема цифровизации. Здесь можно увидеть как больших роботов, например, андроид, так и маленьких. Вот этот вот щенок, его зовут Айба. Он узнает хозяина в лицо и понимает команды. Правда, только на английском языке. И стоит полмиллиона рублей. Родина щенка-киборга – страна восходящего солнца. Влюбляет себя с первого переключения тумблера. Могу я ее погладить? Да, конечно. У нее есть специальные датчики, смотрите, на спине и также на голове. Ой, она даже звук издает, как щеночек. Да, все верно. Также она понимает различные команды, но, к сожалению, только на английском языке. Какие команды? Давайте покомандуем. Давайте попробуем. Айба. Дэнс. Видимо, Айба решил капризничать и не сразу реагировал на команды. Электронный мозг успел привыкнуть к хозяину. Мы для него оказались чужими. Айба, седау. Одна из площадок форума посвящена туристической экосистеме. Ее разработали специально для столицы Чувашии. Команда правительства прошла обучение в Сколкове. Как у вас дело? У меня великолепно, а у вас как? Вы видите, на экране. Не ждите, пока наступит час. У меня отлично. Роботы задорно споют и забавно спляшут. И никто не догадается, что на самом деле они выполняют важную работу. Эти роботы на работе. Распознают тех, кто замышляет что-то неладное. Температура тела, пульс, даже мимика. Все под контролем. Я роботу дам. Колька мне ты подойдешь, интересное время проведешь. Между тем, роботы – это лишь малая часть цифровых кейсов, которые уже внедряют в российских регионах, обсуждают в столице Чувашии. Цифровизация – большое количество эффектов. Они абсолютно разные и могут выражаться как в изменении ВРП, производительности труда, в изменении облика территории. Так и на все начинается, естественно, с трансформации сознания. Мир развивается быстрее, чем мы сами. К сожалению, скорость ноосферы таким образом устроена. Поэтому важно смотреть международный опыт. Важно смотреть лучшие практики региональные. И важно как можно быстрее делать процесс формата go-to-market по внедрению цифровых решений, вообще любых своих идей, которые приходят в голову. Я вижу, что Чувашская республика сейчас на самом деле это может. Особый эффект от цифровых технологий и заключается в том, что мы можем его реализовывать быстро. Киборги захватят планету, переживают скептики. Но сейчас, заверяют эксперты, мы находимся на этапе, когда человек еще может не просто управлять, а подчинять себе технологии. Главное – не упустить этот момент. И здесь важно учить еще в школе работать с искусственным интеллектом. Во многом, на самом деле, тут нужно, чтобы сами ученики были к этому готовы. Обладали определенными компетенциями, области математики, программирования. А инструментов, которые необходимы для того, чтобы эту историю максимально эффективно использовать, они есть. И они достаточно распространены. Нет необходимости ставить какие-то большие вычислительные кластеры для того, чтобы все эти обучать. Есть целая система коллаба какие-либо. Тот же самый Сбербанк, Ристофари, Google коллаб, Amazon Cloud. То есть не походим просто к компьютеру и доступу к интернету, по большому счету. А все остальное, то сугубо инфраструктура вся для этого есть. На Чебоксарском экономическом форуме заявлено три трека – пути, территории, технологии, люди. Но в центре, как ни странно, технологии, которые помогают думать и действовать по-новому. В Чувашии сейчас определили 15 отраслей, в которых в ближайшее время произойдет трансформация. Нас ожидает глобальное изменение, я думаю, в Чувашии, в какие-то ближайшие буквально годы. Для этого мы работали всем правительством над стратегией цифровой трансформации. Мы ее уже на самом деле написали и сделали, составили сформальные моменты. Мы готовы будем ее всем представить, учесть мнение наших жителей, при необходимости доработать и определить совместно те приоритеты, куда прежде всего нужно направить свои усилия. Первые результаты форума уже есть. Развивать и продвигать идею будет новый институт, созданный в Чувашии. Мы на кабинете министров приняли решение о создании агентства институционного развития. В принципе, это инструмент и, в принципе, это тот институт, который будет заниматься конкретным одним направлением, которое здесь обсуждается. Отдельным институтом, а также вновь создано, будет институт пространственного развития территории. По сути, это комплексное развитие территории. Новые институты, считают министры экономического развития Чувашии, позволят сделать первый ход в этой партии. Классика жанра Е2-Е4, ответный за обществом. Какие партии более популярны сейчас на экономическом форуме здесь? Ну, имеется в виду дебют или что? Ну, дебют, да. Ну, играет фрезевой гамбит, королевский гамбит, очень активный. А кто играет? Вот кто приходит? Специалисты или обычные? Ну, вот я играл с изобретателем. Да, как ему фамилия сейчас скажу. Изобретателем такой. Могут, когда свою разведку. Здесь вы, конечно, мили у него интересные. Владимир Батленов был изобретатель. Кто выиграл? Вы или он? Ну, преимущество было у меня, мы согласились на ничью. В этой шахматной партии на поражение ничья превратилась в победу. Участники Чебоксарского экономического форума, подобно грасмейстерам, просчитывают свои ходы с перспективой на несколько лет вперед. Национальный проект «Цифровая экономика» в действии. Татьяна Молокова, Республика.